Лес парковый, просто на загляденье Брусника, ну чистый виноград Крупная такая, вообще Все хорошо, конечно Машка заедает Плотнянка, то здесь Прям в таежной зоне Среди деревьев растет По границе растительности Идет тропа небезы Прям в следы Куда он наступает, там Более твердое Открытие образовалось Я след в след, он такой косолапый немножко Иду тоже Вышла из леса На более открытое пространство На подъем пойду И тут уже тяжело идет По белому мху ягелев Так по подушке все проваливается под ногами Путь очень, очень живописный Единственное, машка не дает ни на минуту остановиться Хорошо здесь повыше уже ветерок подул Впереди уже слышно журчание ручья Доль него будет проще идти Ну вот я и вышла на русло Нужного у меня притока О, там воно Река Сулда впадает В собопол Кончилась сухая дорога Начинаются брови От прижима к прижиму О, там воно О, там воно Стеночки, грани какие Кровные Там водопадик маленький А дальше Обычная широкая Долина распахивается Снова скалы Как там будет в моем ручье в притоке Да, уже предыдущий брод на пределе болотников Вернее, уже залила Замочилась И, наверное, опять зальюсь Но, по крайней мере, меня не снесет А брод здесь осложнен Вся вот эта сплистки камней Водоросли Скользкий очень Узкая ущелица моего распадка Улаханг Декленде Все мокрое Все мокрое Однако А, как переди скалы Ого-го Чуть Вонхирса Вот там Водопады Узисти Такие могут быть Еще не пройдешь Ладно Ну, глыбищи здесь Огроменные Хочаются Ходить под таким завалом Не подарочек Селе мрачное Но дальше Там Жизнерадостная Картинка Лучший проход Тупо Скалы Прямо Над головой Невисают Страшно Если Посыпаться Очень Отвесно И Такая Узость Все время Думаю Что сейчас Медведь Если пойдет На встречу Как с ним Разминуться Стою В этом Устом Ущели Напротив Скалы Здесь Ревет Все ночь Шумит Здесь Багульником Пахло Всю ночь Аромат Такой Аж Спать Мешает Целый Ковер Вот тут Багульника Вот моя Палаточка Кто-то Под утро Подошел Аж Камешки Посыпались Но он Бежал Так как Шумит Все Не слышно Ничего Итак Путь к озеру Лобалах От реки Соболох Маян Я наметила Неизвестный По ручью Улахан Диктендэ И безымянному Перевалу В его верховьях Крупные Дубы Иногда Сыпаются И они Тоже Бывают Неустойчивые Структура Белый Самочек Хорош Соболох Ам Свежие Следочки Каких-то Козочек Какая Мне попалась Поляночка Кусочек не тронутого берега скалы на метров 30 высотой похоже распадок ручья выходит из пояса скал пошли более жизнерадостные склоны под кустами лезла и просто подскользнулась надо аккуратно идти скользкие камни хорошо, что компас не сломал у меня здесь в кармане лежит ущелья продолжаются этот постоянный рев воды конечно действовал на меня угнетающе в голове вертелись мысли что будет, если тут что-то случится так просто отсюда не вылезти первое предупреждение с падением я уже получила да, думала, что дойду до перевала еще вчера а тут все иду и иду ущелье петляет, углубляется не думает расширяться постоянно контролирую себя на скользких камнях и это уже утомляет ух ты находочка тяжеленные как он такие носит природный жернов вот весь камень точит водой когда вода большая а вот эту яму проточил сквалы прям нависают шедевры зодчества жиропись таяние вот я дошла до слияния ручьев отсюда до перевала еще 7 километров водопад небольшой этот обошла а что дальше за поворотом ой непонятно голубая чаша наверное выше пояса воды ну а дальше там буду есть проход не глубоко ну все простого прохода нету воды надо по поясу ой намокло ну вот я пришла это уже чистый непроход какой водопад на карте не обозначен кстати картина называется в каменном мешке ну что буду возвращаться может где то попробую верхом облезть но тут пока не вылезти ох нет я сейчас здесь полочка такая здесь вроде кто-то с бараном что ли залезал рюкзак толкаю перед собой все вот это сейчас сложная ступень прошла а еще руки трясутся на отвесе была не лучше я пройду ой здесь уже все будет лучше пройду обратно в этот брод по поясу но не полезу стримально лучше обратно вам по пояс будет ну вот я лезу по более безопасному склонную что я там полезла хотелось миновать этот брод быстрее вылезти нет как же все-таки приятно выкарабаться из этого узкого ревущего ущелья правда здесь тоже непонятно сколько лезть и куда но по крайней мере здесь сейчас безопасно я попала на двериную тропу она идет траверсом ой наверное она идет грамотно попробую по ней продвигаться пока ох какая тут замечательная полочка образовалась а водопад уже ниже вон он подо мной там на щели ревет надо же вот этот скальный уступ отрицательный это уже другой берег вот он рядом со мной но сюда к краю вообще страшно подходить снова спускаюсь к ему ручью потому что справа подходит распадок его все равно низом проходить да и что там за поворотом непонятно снова нет описаний этого маршрута прохода по этому ручью о каким милым стал ручей мой какой распавец стал уютным широким блистал ах ах неужели я подхожу в один перевал впереди впереди новый новый водопад на водопад на водопаде не проход этот цепной склон не очень мне нравится иногда ползет и буду испытывать судьбу буду искать более легкие пути безопасные вылезла я по скалам хорошим травкой ну что-то мне не нравится на лифте иду в разведку там такие крути совсем не как в карцах ужас какой-то вдали манящие синие горы надоело мне по ущелью ходить ой надоело вечернее солнышко светило кусочек склона в моем распадке вот сижу на боковом притоке здесь не шумит рюкашу палатку поставила вальшанники на полочке ровной вот вот это да ясное небо впервые за две с половиной недели залезаю на склон этого распадка на разведку вон внизу моя палаточка все-таки хочется мне узнать обходим ли тот водопад ну надо сказать прогулка по гребню в хорошую погоду это очень красиво и даже если мне ничего не удастся ну может восхождение сделала но не сегодня конечно сегодня уже вечером вечер вот он перевал будь я птица сейчас бы напрямую пролетела здесь всего-то полтора километра по прямой два может полчаса где-то осталось до начала сумерек но хочу еще до следующего перегиба дойти посмотреть может быть мне кажется что удастся пройти завтра пойду с рюкзаком и так я отправляюсь на заключительную наверное попытку пройти этот перевал если я его не пройду я не смогу выйти к озеру Лобылах прямым путем мне он показался коротким но вот последний километр не могу пройти уже второй день дело в том что на озеро Лобылах по отчетам ходили только поднимаясь по реке Мечен от Соболоха от реки Соболох по которой я сплавляюсь но мне показалось что тот путь не таким интересным и он длиннее чуть-чуть вот решила сократить интересным маршрутом но пока не удается посмотрим что выйдет поднимаюсь потихоньку солнышко то скрывается то выходит здесь на склонах в горной тундре встречается вот эта так называемая Сайган Дайля разновидность рододендрона которая используется для ну как заварка в чай а вот и маслятки лиственичные ой он уже старый большой такой здесь высоко растет вот пересекая полосы курумников распадки я приближаюсь верхами к нужному мне месту подхода к каньону но вот этот желтенький распадочек из каньона я думаю там будет туда проход только вот спуститься туда надо да провал тут провал ого может быть снизу там есть подход да близок к перевалу да зуб не мёд да невероятно грандиозное ущелье на листе сейчас разведываю можно ли спуститься но что-то не очень верится впереди уже видно на ущелье сверху это кончание кажется я нашла спуск и отсюда противоположный склон там мне казалось очень круто а тут видно что проходится главное залезть какой каменюка нависается маленький дом здесь и стена сочится ох счастье я кажись спустилась еще подняться и все сказать что я радуюсь это ничего не сказать столько пробиваться и наконец-то найти этот проход безопасный это ну настолько здорово а то возвращаться назад я думала опять этим жутким ущельем где все шумит ревет постоянные броды я там наверное раз сто переходила скользкие камни нет видов а здесь красотища второй каньон ручей мне еще пересечь но я теперь уверена он там ниже там уже теперь я точно его пересеку фу фантастика ну вот я над перевалом высоко над перевалом с этой пологой с лавиной а там уже начинается лес и широкая и крутая долина сказка мне спускаться 10 километров ух какое удовольствие идти по красочной горной тундре все уже покраснело пожелтело ой последний распадок и вот мой вожделенный путь на перевал сам перевал не сложный что там а вот подходы к нему без веревок по каньону не пройти покидаю долину улахан диктендэ и вступаю в долину учигин барбачин ох а там дождички заволакивает небо какая-то марсианская картинка солнца только не хватает для яркости обедаю первый появившийся за перевал воды погода то солнышко то закапает дождик ой как красиво какие тут бывают иногда удивительные лиственницы вот такие вот такие да мечтала я попасть в золотую осень и вот попала здесь на границе тундры леса не могу все время улыбаюсь счастье просто не знаю куда деваться прямо уходить отсюда не хочется такие места даже без солнышка очень красиво так хорошо здесь можно идти одним берегом сухой мудри о какая красота часто здесь тропинки попадаются а вода просто по жесткой тундре вот в каком замечательном месте я стою просто рай какой-то наконец-то вышло солнышко и осветила все эти неописуемые красоты вот за теми хребтиками уже лежит озеро Лобалах долина из которой я пришла и вот они краски в осени продолжаю путь до живописнейшего ручья ну что и поворот то шедевр я просто не могу уйти отсюда ну просто такая красота ну просто не знаю что делать вот вот какая вполне обитаемая ну сейчас понятно людей нету ха здорово загляну внутрь потом все на место поставлю ух какая хоромы понятное дело ничего не трону только посмотрю так седло это оленное оленное о пожалуйста палатка это наверное от комаров такой полок ну что коврик шкура чтобы тепло спать так все по уму забито канавязь вот такая шикарная тропа конная ну это я прям домчусь ну конечно люди красивый тут путь у дерева тут сложены интересные образцы пород да такие прям камешки как будто рукотворные такой прям брусок для заточки вообще-то еще в поселке Батагай-Лоте Гаврил Гаврилович глава администрации которого я случайно встретила сказал мне сказал мне когда узнал что я иду на озеро Лубылах сказал что здесь в окрестностях живет охотник но я все равно не была уверена что произойдет встреча не не у меня просто не покидает ощущение что я попала в рай вот такие сказочные виды у меня открывается гладь озера озеро Меретти ой 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 какая синь ой синюх а это арктуз вот какая ограда мне интересно она даже вон в воду заходит в воду озеро ой какое озеро мне открылось сейчас от меня сейчас стая мальков от меня убежала здесь очень мелко я вот думаю там приток должен быть на нем попробую половить вот еще избушка наверное тоже оленеводческих бригад вот такая хлебопечка не заслоночка вот так вот Я уже увидела венокль человека Избушка Все-таки есть здесь жизнь